всем привет сегодня у меня вновь очередная распаковочка вот в принципе скажу так что всякого добра то у меня полно пришло но вот я разделяю немножко по группам все в один в одну распаковку я уместить не смогу конечно да и разные вещи как бы хочу немножко по группам то есть одно для одного а второго для второго ну и так перемешку немножечко буду добавлять потому что есть такие моменты которые в принципе не относятся тем кто основной массе которые распаковывают ну в общем все увидите сейчас сегодня у меня будет три пакета 1 2 3 1 значит у меня должен был с японии быть но написано китай вот и я думаю что все таки это наверно не оригинал поднебесный начнем с этого пакета это у меня кабель удлинитель от моего гео 15 пиновый стандартный разъем который подойдет подходит имеется виду портам расширения это у меня кабель для одного проекта немножко заспойлер готовлюсь сделать один проект не знаю как долго я буду обрабатывать но сначала уже положено сценарий уже написан поэтому дело остается только за съемками и технической части реквизит конечно вот второй пакетик который я как ни странно выиграл на аукционе и думал что все таки это оригинал но видимо продавец просто тупо обманывают и посылают хотя написано что вроде бы бушный оригинал не знаю насчет бушного это точно а вот насчет оригинала не думаю потому что ну пластик как-то выглядит так себе как это клипеньки все хрустит сделано в китае ну не знаю может быть конечно они были сделаны в китае и продавались потом в общем это пульт дистанционного управления от консоли пластейшн 2 ну написано что она подходит ко всем пластейшн то есть slim и от версии ну я не знаю не проверял еще как видите вот хочу вас попробовать ну здесь я даже не знаю где индикатор то тут находится приемник как-то его даже и незаметно ну наверное где то есть раз пишут в описании ладно давайте протестируем вот у нас идет две мизинчиковые батарейки соблюдаем полярность если вы видите то вот идет мерцание это и есть сигнал и сейчас направлю камеру на телевизор таким вот образом так ну что погнали я сразу наглядно нажму на reset на eject если он выйдет значит работа ну вот как видите eject работает изображение пошло здесь кстати можно им же и управлять я его отключу и сделаю eject так ну вот здесь значит у нас тут стандартные кнопки управления то есть как на геймпаде l1 l2 l3 start select крест крестовина enter выбор ну и основные кнопки треугольник круг квадрат и крест ну вот видно можно даже не направлять какой хороший обзор ну как бы вот входим по менюшкам выбираем то что нам нужно соответственно дисплей ну и назад в общем вещь такая прикольная взял в принципе ну так чтобы было не знаю чтобы не тянуться в общем для включения приставки так скажем ну и где то там не знаю можно тут звук убавлять нельзя наверное нельзя хотя что то с аудио тут связано ну пульт больше рассчитан скорее всего для DVD фильмов то есть для просмотра DVD ну тем не менее пускай будет так давайте выключим выключается консоль с зажатием кнопки reset видимо с зажатием 1 одного раза на кнопку так это у нас то что касаемо пульта управления вот и третья посылочка которую я очень долго так скажем искал где подешевле найти вот потому что цена такая ну очень такая не маленькая я бы сказал для такого устройства хотя может быть оно и оправдано тут вот написано hard drive адаптер это 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 network sata адаптер для PlayStation 2 ну для FAT версии вот как вы видите у меня у меня там есть порт вот специальная крышечка точнее она как бы открывается там все это дело можно установить жесткий диск причем с sata разъемом вот game star network адаптер ну производство опять же китай не знаю оригинале они и делали не делали такие штуки но тем не менее так порт залеплен не знаем я наверное пользоваться не буду я хотел установить жесткий диск и закидать игры туда ну и собственно играть жесткого диска потому что ну во первых привод уже так скажем мало используется я больше флешки вот использовал на данном видно что флешка установлена 32 гигабайта я бы в принципе и взял флешку большего объема записал бы туда игры и просто сидел играл но ситуация такая что флешки они как бы идет флешка идет usb ну точнее порт пластейшн 2 идет 1.0 usb на 1.0 как бы скорость маловато так скажем но хоть это и флешка более так видимо оптимально подходящая к этой консоли и как бы читать приемлемо но тем не менее бывают игры которых ролики тормозят и сама игра бывает немножко подтормаживает вот а все таки жестким диском с поддержкой SATA я думаю должно быть все быстрее ну я не знаю если честно и мало еще читал по этому поводу но в общем пробовать буду это будет отдельное видео буду устанавливать вот свою консоль буду пробовать настраивать и устанавливать югер и запускать через я так понимаю ОПЛ но это только мое предположение честно сказать еще не знаю как это дело все устроено и как это дело все реализовано реализуется тем не менее вот такую штуку я купил она мне обошлась по акции по моему около тысячи рублей честно сказать не помню но значительно дешевле ну как значительно дешевле порядка двухсот рублей я сэкономил вот чем попадались они мне до этого тем более там по моему акция была что ли какая-то не помню акция продавца и он по моему еще что-то там скидывал плюс кэшбэк ну в общем общая цена меня порадовала вот значит вот такие вот у меня сегодня распаковочки касаемо пластейшн 2 вот ссылки на эти так скажем гаджеты не гаджеты а аксессуары для PlayStation и на кабель Neo Geo я оставлю под описанием вы сможете зайти и купить пульт можно приобрести и на алиэкспресс я уже их нашел сам адаптер я взял на алиэкспресс а вот кабель Neo Geo по моему на ebay но на алиэкспресс они тоже есть в общем ссылку я оставлю можете зайти и умеет пользоваться и приобрести ну кому это надо соответственно вот а на сегодня у меня с распаковками пока что все ставьте лайки кому понравилось нажимайте колокольчик подписывайтесь на мой канал ну и собственно если нажмете колокольчик то будете видеть оповещения об выходе новых видосов ну и всем удачи пока